Ремонт водопроводов, дорог, социальных объектов, освещение и вывоз мусора. Жители каждого села назовут десяток направлений, которые за последние четверть века недофинансировались и требуют повышенного внимания государства. Но сколько всего денег необходимо вложить в развитие сел? Какие работы требуется выполнить в первую очередь? Такой информации не было ни у республиканских, ни у местных органов власти. С принятием специальной программы государство обобщило все проблемы. Выяснилось, на развитие сел требуется огромная сумма – 700 миллионов рублей. Это четверть всех доходов бюджета. Естественно, что это вопрос закрытия всех проблем сел, он не решится за один год. Программа долгосрочная, она долгосрочный период. Но постепенно мы решаем эти проблемы и у нас есть основа, на которую мы можем опираться. И в которой собраны все объекты, это в том числе и детские сады, и школы, и ФАПы, и дороги, и объекты ЖКХ. То есть это все в едином документе. Необходимые селам 700 миллионов будут выделяться из самых разных источников. Значительная часть – это деньги, направленные по линии евразийской интеграции, то есть российская помощь, а также бюджетные средства нашей республики. Среди источников – сбор землепользователей. С прошлого года аграрии с каждого гектара обрабатываемой земли, один РОМЗП, примерно один доллар, перечисляют на нужды села. Кроме того, правительство выделяет инвесторам земельные участки, а те обязуются вкладывать деньги в развитие производства и инфраструктуру сел. Это дополнительные деньги, которые раньше не направлялись на нужды сел. Там есть различные направления, есть и замечания, которые необходимо будет учесть. Все мы понимаем, что, допустим, для того, чтобы провести уличное освещение, да, можно направить сумму денежных средств, но потом необходимо подумать, а за счет чего село будет рассчитываться за то освещение, которое будет стоять по всему селу. В правительстве внимательно отслеживают, как реализуются договоры с руководителями карьеров. Добывающие компании обязались выделять селам песок и песчано-гравийную смесь. Материалов хватит не на все нужды. Тем не менее, именно с этого года многие населенные пункты впервые начали получать стройматериалы на благоустройство. Это также учитывается в программе. Те дороги, которые есть, проселочные, они требуют ежегодной подсыпки для того, чтобы дорога не разрушалась. Вот на такие цели может быть приобретен ПГС. Сейчас эта работа уже упорядочена, есть порядок, и не во всех селах с главами договаривались и давали бесплатно. В селах республики в этом году однозначно будет выполнено больше работ, чем в прошлом, говорит Майя Парнас. Но учитывая, что многие проблемы в селах не решались десятилетиями, пятилетняя программа развития сел может быть продлена, считает первый зампред правительства. Степан Бугаев, Алексей Двоенкин. Первый Приднестровский.